Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект Среда. В 2017 году Владимиром Путином был утвержден комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста инвалидами. Ставрополье вошло в число пилотных регионов. Активную работу в этом направлении ведет благотворительный фонд «Старость в радость». О работе фонда мы поговорим прямо сейчас. Мои собеседницы сегодня – координатор по развитию региональной волонтерской сети Всероссийского благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елена Ермолаева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А также региональный координатор фонда в Ставропольском крае Татьяна Васильева. Татьяна, здравствуйте. Мы с Татьяной уже общались в этой студии. В принципе, говорили о том, как работает фонд на территории Ставропольского края. И тогда еще выяснили, что для Ставрополья это явление новое, а для России уже нет. 13 лет, если я не ошибаюсь. Даже, наверное, уже больше фонд работает на территории России. Вы знаете, фонд вырос из волонтерского движения. И первая официально собранная целенаправленная поездка в волонтерской состояла 9 мая 2007 года. Вот таким образом сколько лет. А фонд «Юридическое лицо» было зарегистрировано в 2011 году. Сегодня фонд... Вы считаете, можно ли посчитать количество людей, которые в этом фонде задействованы? Или с учетом того, что это волонтеры, которые могут... Достаточно подвижная масса, это невозможно. Можно говорить о порядке определенных числах, но сложно говорить, конечно, о конкретном числе. Ну, примерно. Значит, мы говорим, что у нас порядка двадцати тысяч человек, которые хотя бы один раз помогли фонду. Далее у нас полторы тысячи волонтеров регулярных, постоянных на всей территории Российской Федерации. Это порядка семиста в регионах и порядка семиста активных волонтеров в Москве, Московской области. Но у нас также есть один замечательный проект «Переписка», когда граждане пишут пожилым людям в дома престарелых письма. И таких человек у нас тоже 4-5 тысяч. Таких внуков и переписки мы это называем. Вот. Собственно, примерно вот такие цифры. Ну, Ставрополье вошло, наверное, не в числе первых, я так понимаю, раз уж у нас не так давно, да, в это подключилось к этой работе. Сегодня фонд покрывает уже большую территорию нашей страны. А если говорить о пилотных регионах, где пытаемся уже работать над внедрением системы долговременного ухода, таких 12 официально и 8 регионов, которые добровольно подключились и ведут уже работу самостоятельно в этом направлении. То есть на данный момент 20 регионов. Вот. Но если говорить о работе фонда, о волонтерской работе, о материальной поддержке учреждений, то, конечно, мы ведем работу на всей территории Российской Федерации. Сегодня ваш фонд уже признан, да, на разных уровнях. То есть о вас знают не только пожилые люди, не только те волонтеры, которые включились в работу, о вас уже знают чиновники соответствующие, да. Вы уже в работе. Не просто помогаю, как могу, вас уже включили вот эту большую общую работу помощи пожилым людям. Долго ли пришлось к этому идти, завоевывать, я не знаю, имя, подтверждать свою значимость, скажем так, свой вес, доказывать, что вы нужны или нет? Или достаточно быстро все получилось? Вы знаете, мы, наверное, не смотрим с точки зрения завоевания подтверждений доказательств. Ну, приятно же, что уже прислушиваются. Да, но, скорее всего, это получилось со временем. То есть основная цель волонтеров сначала, потом сотрудников и волонтеров, и фонда целиком. Это всегда было изначально, вот до того момента, когда мы пришли к пониманию системы долговременного ухода, это была помощь пожилым людям. То есть на этом концентрировались, это было целью. И, собственно, со временем вот пришли к тому, что о нас знают действительно. То есть мы были сконцентрированы на деле. Татьяна, вот сегодня вы, когда общаетесь, да, смотрите наверняка на опыт других регионов, где дольше уже работает, да, фонд. Можно ли давать оценку работе в Ставропольском крае, понимать, какие цели, да, чего тоже уже удалось все-таки добиться, удалось ли собрать свою команду? Ну, давайте начнем с того, что, конечно же, сейчас еще рано говорить о каких-то итогах, мы еще и годы, да, не работаем. Но я считаю, что вот первая цель, которая сделать фонд узнаваемым на Ставрополе, она уже достигнута. То есть потому что вот буквально недавно проходило какое-то мероприятие в Краевой библиотеке, связанное с благотворительностью, и когда задали вопрос в зал, в какой фонд благотворительный вы вообще знаете, то есть какой на слуху, первый прозвучал «Старость в радость». То есть это, я считаю, это уже достижение, то есть наше, потому что еще год назад я сама не знала, что такой фонд существует. То есть вот по большому счету вот такая ситуация. Ну, а, соответственно, у нас уже появилась первая маленькая команда, которая, пусть это будет два десятка человек, они там не две тысячи, они там не двенадцать, но вот, но это те люди, которые, они откликнулись на мой призыв, они вступили в эту программу, то есть помощи пожилым людям, и они действительно, в общем-то, они со мной, то есть как бы вот мы вместе делаем доброе дело. Уже сложился тот самый коллектив, хотя я тоже знаю, что есть люди, которые присоединяются периодически, и в принципе для работы фонда это нормально. Вот я понимаю, что в основе этой помощи, в основе работы вашего фонда прежде всего люди, да, люди, которые готовы периодически или регулярно помогать. Теперь вот о помощи. Я бы очень хотела, мы говорили об этом, но я бы хотела еще раз к этой теме вернуться, ведь помощь в рамках вашего фонда, это не всегда и не обязательно и не первостепенно финансовая помощь, не всегда это деньги, правильно? Чего, чем могут помочь люди, которые в разных регионах нашей страны присоединяются к вашему фонду? Мы говорим, у нас есть один такой слоган, да, помогай, чем можешь, помогай, чем хочешь. Практически любой навык волонтерам может быть применим для участия в поддержке пожилых людей. Все наши какие-то хобби, наше умение, творчество, это все можно приложить. Это могут быть концерты, это могут быть мастер-классы, это могут быть поделки, например, в пользу фонда, это могут быть организации мероприятий в пользу фонда для популяризации работы, для популяризации помощи пожилым людям, то есть это уже организационные навыки какие-то. Так, ну это, конечно, поздравления с праздниками, очень-очень много, то есть вот, вы знаете, у нас, мы сотрудничаем с проектом там собаки-терапевта, например, то есть люди, которые любят животных, например, хорошо обученные собаки, специально отобранные, они также их с удовольствием принимают в пансионатах для пожилых людей, пожилые люди их любят очень у нас в Костроме, это называют канист-терапией, не знаю, насколько с официальной точки зрения терапия здесь уместна, но в каком-то смысле да, вот, и там золотистые ретриверы приезжают, там общаются с бабушками, то есть это, и не только золотистые ретриверы на самом деле, и простые дворняжки с хорошим характером, то есть любители животных могут себя вот так же применить со своими животными в этой помощи, очень-очень много различных вариантов. Бывают случаи, когда приходит человек и говорит, хочу помочь, не знаю как, ничего не могу, ничего не умею, но очень хочу быть полезным, я уверена, ведь тут идут процессы обратные тоже, иногда эти люди, которые приходят, они же и себе помогают, да, это ведь благоприятно для всех, не только для пожилых людей, которым приезжают, чтобы помочь, это уверено, что есть ответная реакция, да. Ну и здесь слоган, если ты хочешь помочь себе, найди кому хуже и начни ему помогать, то есть действительно это вот сейчас очень модно, искать себя, свое предназначение, ну вот я приглашаю всех, кто себя ищет, попробуйте, вот один раз хотя бы поедемте с нами в поездку, проведите какие-то мероприятия, и вы посмотрите, какие-то моменты вы откроете в себе новое, и вы поймете, что вам потом вернется, то есть каким образом это все вознаграждается. Вот я думаю о том, что как важно иногда просто поговорить, да, не имея никаких талантов сверху, не имея какого-то опыта, важно просто приехать, побыть рядом, пообщаться. Если письма оказывают благотворное какое-то, да, влияние, то уж живое общение, разговор, наверное, это самое важное. Вот вы когда приезжаете, общаетесь, вы видите, ну вам хорошо видно, чего больше всего хотят эти люди. В остре быть, быть как бы в обществе, да, я уверена, да, что так и есть, общаться. Вы знаете, есть понятие ведущая психологическая потребность. У каждого возраста она своя, и для людей старшего поколения то богатство, которым они обладают, это опыт. И для них ведущей психологической потребностью является передача опыта. А кому передавать? Конечно, более молодым. Поэтому мы действительно очень нужны даже просто для того, чтобы поговорить, чтобы спросить совета, задать вопросы, выслушать о жизни, об опыте. Это тоже очень-очень важная помощь само по себе. Концерты, выступления, я еще раз хочу сказать, я узнала о работе фонда, большой работе фонда из инстаграма Родиона Газлаева. Звезд многих из популярных людей, которые присоединяются также к вам и дарят свое творчество, приезжают. И видно, насколько это искренняя радость для всех, и для тех, кто приезжает, и для тех. Это целенаправленная работа фонда, или они сами к вам тянутся? Эти люди приходят к вам разной степени популярности, они сами приходят к вам? Вы знаете, по-всякому. Кто-то приходит сам, к кому-то мы обращаемся, с кем-то связаться нам помогают наши и попечители, и наши сторонники. То есть здесь работают процессы со всех сторон. Все-таки так и так. Ну и все-таки, да, не стоит исключать, и финансовая помощь, она тоже важна. Вот сегодня люди готовы откликаться. Знаете, вот у меня возникает такое ощущение, что с появлением социальных сетей, с появлением вот такой возможности высказываться и просить помощи, в том числе, да, такого, у нас немножко сглаживается вот это, мы так часто видим, что люди просят помочь, что мы уже немножко где-то начинаем черстветь, где-то это отбрасывать, и для себя пытаемся определить какую-то шкалу, кому нужно, кому вот нужнее сейчас моя помощь. И мне иногда кажется, что вот пожилые люди где-то вот, к сожалению, да, вот в сторонке остаются. Вот есть детки, которым помощь нужна больные или оставшиеся там без родителей. Но все-таки, да, помогают, приходят, финансово в том числе, это тоже важно. Есть в нашей голове, вот укладывается наконец-то эта мысль, что не только государство, не только родные, которые не всегда рядом должны помогать, но и я, вот я сам, я могу помочь. Да, постепенно, постепенно укладывается. Вы знаете, ну не было бы фонда, если бы не наши неравнодушные граждане. Мое мнение, что фонд «Старость в радость» это такой народный фонд. То есть мы всем миром берем и помогаем, мы помогаем кто чем может. Поэтому, конечно, постепенно укладывается, и мы очень и очень благодарны нашим друзьям и нашим жертвователям. Мы крайне благодарны, потому что то, что мы делаем с вашей помощью, друзья, не знаю, мне кажется, это было бы невозможно. Мы бы не пришли к тем системным изменениям, которым мы сегодня пытаемся проводить, если бы не поддержка просто граждан. То есть общество созрело до того, чтобы эти изменения проводились на государственном уровне. Ну, у нас как? Ставропольский край не подводит, все, активно участвует. Откликаются однозначно, потому что, ну, призыв о помощи, все-таки человек, он слышит. Тут самое главное понять, что мы не жертвуем не потому, что мы жадные, не потому, что мы, как бы, не хотим этого. Мы боимся, очень много мошенников возникло в этой сфере. Да, к сожалению, да. И поэтому вот уже теперь нужно быть действительно узнаваемым официальным лицом, чтобы тебе доверяли. Вот как бы здесь я спокойна, я знаю, что старость и радость имеют уже многолетнюю историю, есть прозрачная бухгалтерия, то есть как бы есть отчетность. Отчетность, то есть это все, и здесь уже не страшно, здесь уже можно идти, отдавать эти свои кровью и потом заработанные деньги, да, там вещи или еще что-то. Ты уже знаешь, что это будет направлено на благие цели, а не на чье-то обогащение. И опять же, те, кто заинтересован в вашей помощи, тоже могут к вам обращаться. Я помню, мы это обсуждали. Если, и вот мне хочется еще раз эту тему поднять, как часто люди остаются в одиночестве пожилые, где, да, понятно, когда речь идет о домах престарелых, да, как это все-таки распространенное название. Там уже человек находится, да, в окружении, да. Но если этот человек остался один в квартире, тут важна роль, я не знаю, соседей, да, тех, кто рядом. И я знаю, что могут эти люди обращаться к вам, правильно, да, попросить, пожалуйста, обратите внимание на вот этого человека, он один, тяжело, может быть, медицинская помощь какая-то нужна. Да, вы знаете, как раз система долговременного ухода, она рассчитана на всех граждан, которым нужна посторонняя помощь в самообслуживании. Конечно, пожилые люди и люди, там, маломобильные, нуждающиеся в этой помощи, проживающие на дому, они абсолютно точно так же включены в эту систему. И одна из задач системы – это выявление нуждающихся. Поэтому это даже очень и очень важно, если граждане и соседи будут обращать внимание на своих нуждающихся соседей и говорить, об этом сообщать в координационные центры, когда они появятся. И, скорее всего, они появятся на базах комплексных центров социального обслуживания. То есть это такая первая инстанция, которая у нас держит связь с нуждающимися гражданами. Поэтому здесь как раз роль граждан будет также очень и очень важна. В 2017 году президент, как бы впервые мы об этом узнали. И, насколько я помню, до 2024 года поставлен срок реализации этого проекта, появления этой системы долговременного ухода. Немало времени, прямо скажем. Ну, понимаю, что для такого дела сроки очень условны. Но все-таки, вот к чему мы должны прийти? Я хочу, чтобы наши зрители поняли, что такое система долговременного ухода, какова цель, какова задача. Хорошо, тогда сейчас я нарисую для вас идеальную картинку, как должно быть, когда все работает, когда все внедрено и налажено. Но сначала хочу оговориться, что в Европе и в Израиле эта система отлаживается и работает уже порядка 30-40 лет. Еще отлаживает, продолжает отлаживаться? Ну, конечно. Всегда есть какие-то необходимости где-то что-то изменить, подстройки. Потому что люди разные, есть индивидуальные потребности. Поэтому, да, она продолжает налаживаться. Так что у нас до 2024 года мы должны начать внедрение. Но, учитывая, что проект крайне большой и сложный, конечно, можно говорить о более длительных сроках отладки его работы. Итак, идеальная картинка – это, конечно, надлежащий уход на дому. Первая задача социальных служб – это выявление нуждающихся. Следующая задача – это оценка степени нужды в посторонней помощи. Это называется типизация. На настоящий момент выработано пять типов. Пятый тип нуждаемости – это самые тяжелые пациенты. И первый – самые легкие. Далее – это патронажные службы, которые, патронажные работники, которые посещают и оказывают те услуги каждому нуждающемуся, которые ему нужны в соответствии с типизацией, в соответствии с проведенной оценкой. Например, для самой тяжелой группы – это два раза в день по два часа. Каждый день. Человек четыре часа каждый день получает помощь. Это очень важно, это очень сильно отличается от текущей системы обслуживания. Далее. Конечно, очень необходима поддержка родственникам. Если родственники есть, и они готовы оказывать уход, это значит, им необходима поддержка. Потому что одному человеку крайне сложно. Одному, двум – неважно. Это очень сложный процесс. Итак, в системе долговременного ухода предусмотрены школы ухода для родственников, где будут обучать и манипуляциям правильным, и общению правильным. Далее – это дневные центры, которые могут принимать, например, пожилого человека на дневное время, в то время, пока его родственники на работе. Там его будут… Детский сад для ребенка. Да, что-то в этом роде. Там будут и кормить, там будут активности различные, творческие, там будет возможность отдыха. Далее – это пункты проката реабилитационной техники. Кровать, ходунки, коляски, все, что необходимо, без необходимости это приобретать. Далее – очень важно и для выявления, в том числе нуждающихся, это межсистемное взаимодействие между учреждениями Минздрава и Минтруда. Это то, что сейчас тоже налаживается. Потому что это благодаря этому взаимодействию будет возможность выявлять нуждающихся. Потому что на настоящий момент человек, например, после перелома шейки бедра, его выписывают из больницы. И если он сам не в состоянии дойти и заявиться в комплексный центр социального обслуживания, простите, про него никто не узнает. Все, никто, да. Забыли, да? Да, сейчас важно это очень менять и система это предусматривает. Далее, конечно же, стационарные учреждения социального обслуживания, пансионаты для пожилых людей, они остаются, они необходимы звенья системы. Потому что человек может захотеть переехать в учреждение по разным причинам, да, и такое имеет место быть. Но очень важно правильный уход. То есть мы работаем над тем, чтобы менять и всячески улучшать систему ухода в учреждениях. Это определенное количество персонала, больше, чем сейчас в среднем. Причем гораздо больше, особенно в отделениях милосердия. Вот. Это, соответственно, обучение персонала различным правильным манипуляциям, общению. Это и обеспечение необходимыми средствами ухода за кожей, в том числе. Вот. И, ну, все, что с этим связано. То есть вот такая, так сказать, модернизация должна произойти в течение, там, вот, сколько мы это сделали. То есть, ну, начать должны внедрять до 2024 года все регионы. То есть сейчас у нас 12 официальных, 8 плюс регионов, то есть 20 регионов уже работают над этим. В 2024 году должны работать все 85. Огромная работа. Да, это колоссальная. Огромное количество задействованных людей. Ну, вы знаете, я вот думаю, да, вот есть что-то, что уже работает, да, худо-бедно, но оно работает. Ну, я не знаю, то, что, может быть, работает по привычке, созданная когда-то, система созданная там много лет назад, да. Ее нужно менять, что-то нужно внедрять. И, конечно, над этим будут работать, но, мне кажется, есть такая самая важная, ключевой момент. Скажем, это изменение нашей психологии. Да, вот, психология, которая тоже складывалась годами. У нас стыдно, почему-то считается, да, что если есть родственники, и они не имеют возможности ухаживать, потому что работают, да, и считается, что вот все. То есть только ты должен бросать все и ухаживать. Тут, это ведь много таких моментов, да, это тоже должно где-то вот у нас сработать. А как с этим быть? То есть систему-то переделать, ну, сложно, но можно. А нас-то как переделать? Научиться делегировать, делегировать свои обязанности, обязанности. То есть, понимаете, если в Германии, допустим, вполне, как бы, скажем, обычная история, когда за больной матери ухаживает соцработник, медработник, а дети только лишь приходят ее проведывать, это считается нормально. Но, может быть, и у нас вот постепенно мы научимся делегировать вот эти обязанности по обработке этого близкого своего человека, по каким-то там реабилитационным моментам, потому что мы же не профессионалы. Делегировать того, кто это умеет делать, да, правильно? Что мы делаем, это важно, отдать это в руки профессионала. И тем самым мы же поможем себе, своему родственнику и государству, потому что мы обеспечим дополнительные рабочие места. Это будут же новые медики, это будут новые соцработники, это экономика. И при этом этот человек не пожертвует собственной жизни. Так мы же тоже останемся на работе, мы тоже так же будем делать отчисления во все фонды и тому подобное. Да, тут важно, речь не идет о том, что забросили на кого-то постороннего своего родственника, тем более близкого родственника, заплатили этому человеку деньги и забыли. Нет, не идет об этом речь. Вы точно так же любите, вы точно так же ухаживаете, помогаете, приходите, общаетесь по мере своих сил и возможностей. Это и есть проявление заботы на более высоком профессиональном уровне. То есть вот таким образом. То есть параллельно эта работа, я не знаю, как это ведется, будет вестись работа, но она должна, наверное, идти, приучить нас немножко по-другому смотреть на какие-то привычные уже вещи. Ну здесь и ваша будет помощь, то есть ваших средств массовой информации, потому что действительно мы должны меняться, мы должны привыкать к тому, что мы не все должны делать сами. Мы должны часть своих обязанностей отдавать профессионалам. То есть вот это должно быть. И это не скажется на том, что ты меньше любишь. Нет, ты наоборот более серьезно заботишься. Ты более, скажем, серьезно подходишь к тому вопросу, чтобы помочь человеку, своему близкому жить дальше достойной жизни. Ну, цель понятна. И действительно, вот понятно, что есть уже страны, в которых реализовано в той или иной мере. И это непридуманная история, которую мы тут насочиняли и хотим эту сказку сделать былью. Цель понятна. И я думаю, что, в принципе, понятны даже и методы, которыми будут это реализовываться. А силы, кто будет задействован, скажем так, большое количество структур в этом задействованы. Это же и здравоохранение, и соцзащита, правильно? Да, да, да. Это прежде всего они. Да, агентство стратегических инициатив точно так же. Это все локальные министерства, это все активные граждане, потому что потребуется организация, например, тех же дневных центров. Это организация школ ухода, это организация пунктов проката, и патронажные службы, например. Да, в сотрудничестве с министерством, но здесь нужны активные граждане, которые готовы взять на себя регистрацию НКО, организацию этих служб. То есть здесь очень много работы, и наши активные граждане, которые готовы отдавать, которые готовы вкладываться в это, мы только приветствуем. И тем быстрее работа пойдет, чем больше людей откликнется, и быстрее мы оценим важность этого дела. Безусловно, безусловно. Если каждый поймет, что он может сделать в этой части, естественно, это будет лучше для всего общества в целом. Ну, наверное, если каждый поймет, что речь идет не только о пожилых людях, да, мы вот сегодня делали на этом акцент, но ведь оказаться в ситуации, когда ты, ну, скажем, временно нетрудоспособен, не то, что не можешь, да, ну, бывают разные случаи, это травмы, которые, возможно, вы это там переживете через какое-то время, но вы попали в ситуацию, когда некому вам помочь. Ведь речь здесь идет и о молодых людях, которые могут оказаться в такой ситуации. И никто не застрахован от этого. То есть помощь придет к любому человеку. Да, да. Это история про всех. Да, действительно. Дело в том, что система долговременного ухода, long-term care, как это, чаще всего этот термин используется на Западе, как раз она изначально и разрабатывалась для людей, для маломобильных граждан изначально. Но в связи с изменением демографической ситуации, с тем, что продолжительность жизни увеличивается, ее распространили, собственно, на граждан пожилого возраста. Это стало просто логичным. Поэтому, конечно же, СДУ, она для всех, для любого человека, независимо от возраста, который нуждается в посторонней помощи. И, кстати, в этом случае нам сказать, что если все-таки пожилые люди, да, понятно, существовали уже там, да, и специальные заведения, куда человек мог поступить в случае какой-то ситуации, да, то что касается людей молодых, которые попали в такую, в какую-то ситуацию, опять же, да, травмы или что-то еще, казались беспомощными, то тут, мне кажется, минимум вот было возможностей. И для этих ситуаций действительно создание системы долговременного ухода – это просто спасение. Да, 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 это очень-очень важно, да. Как вы думаете, вот, я понимаю, что это такой вопрос, да, сложный, реально ли вот внедрить, и видите ли вы потенциал, да, силы, вот, хоть к 2024 году, ладно, там, ну вот, чтобы вырисовалась, да, это какая-то картинка в ближайшие годы, чтобы стало получаться. Есть у нас сегодня вот в России такой потенциал? Да, мы считаем, что есть. Только потому, что он есть, сегодня мы дошли до того, что систему стали менять, именно поэтому. Потому что и общество готово, потому что что-то меняется у нас в головах, потому что действительно все больше и больше пожилых людей, то есть продолжительность жизни увеличивается. Поэтому мы считаем, что да, готово, и мы видим, как, вы знаете, многие регионы еще до того, как туда приходит СДУ, они готовы, они сами обращаются к нам и говорят, мы хотим, давайте, давайте сотрудничать. И это очень радует, это очень-очень важно. То есть самое важное уже свершилось, мы к этому шагу готовы, я понимаю, да, вот это, наверное, пожалуй, действительно самое важное, что само решение, да, уже принято. Люди видят, что это необходимо, это видят на разных уровнях, это видят чиновники, это видят обычные граждане. Ставропольев подключилась к работе, я знаю, что тоже здесь к вам прислушиваются, вот вы именно вот в процессе создания этой системы. Да, идет большая работа, Министерство социальной защиты населения и Министерство здравоохранения ведут сейчас колоссальные, в общем-то, готовятся к колоссальным изменениям. Вот, и поэтому, в принципе, как бы, я думаю, что работа идет и мы будем ждать результаты. Спасибо вам большое. Я, вот знаете, мне хочется верить, что из таких людей, как вы, сколько там тысяч по России, то все получится, может быть, раньше, чем к 2024 году. Спасибо большое за вашу работу, за то, что нашли время и пришли в нашу студию. Я напомню, моими собеседницами сегодня были координатор по развитию региональной волонтерской сети благотворительного фонда «Старость в радость» Елена Ермолаева, а также региональный координатор фонда в Ставропольском крае Татьяна Васильевна. Васильевна, еще раз большое вам спасибо. Удачи и до встречи. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.